Добрый день, друзья! Мы извиняемся за задержку, за технических неполадок. Газета «Метро» продолжает серию онлайн-эфиров, посвященных разным темам, и сегодня мы поговорим о том, как не пропустить неврологические нарушения у ребенка, и о том, какие симптомы и в каком возрасте должны насторожить родителей, как не перепутать детские истерики с отклонением в нервной системе, и какие советы можно дать родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития, нам расскажет психофизиолог, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» Виктория Леонидовна Ефимова. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Виктория, вы психофизиолог. Это что-то необычное для наших ушей. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении в науке. Ну, вообще я логопед. По образованию, ну, сфера моих интересов, то, о чем я буду защищать скоро докторскую диссертацию, это психофизиология. Это раздел психологии, но в отличие от обычных психологов, психофизиологи еще при обследовании детей располагают информацию от приборов. То есть мы обследуем детей с помощью приборов и делаем определенные выводы, почему, например, у детей возникают трудности в обучении или проблемы с речью. А расскажите о вашей клинике. Вы работаете, насколько я знаю, с 1988 года уже. Да, я думаю, что это была первая частная неврологическая клиника в России. Еще тогда был Советский Союз. Ее организовал мой муж Олег Игоревич Ефимов. Это была, конечно, гениальная идея, что вообще это можно было сделать. Тогда только разрешили открыть кооперативы, и он тут же подал документы. Их не хотели брать, говорили, что кооператив может быть только сельскохозяйственным или каким-нибудь промышленным. Но, тем не менее, у него все получилось. И вот с тех пор мы очень активно развивались, использовали всегда новейшие данные науки. Он очень много всегда читал зарубежных исследований. Но вот, к сожалению, 10 месяцев назад его не стало. Теперь я одна руковожу. У нас большая клиника, 120 у нас сотрудников. Мы находимся в центре Петербурга, но к нам дети приезжают со всего мира. И дети с нарушениями развития, и школьники с трудностями в обучении. Вот школьники с трудностями в обучении. Откуда это такое происходит? Да, сейчас родители столкнулись и педагоги с совершенно непонятным явлением, когда ребенок умный, интеллект у него на очень высоком уровне, но когда он приходит в первый класс, выясняется, что он не может овладеть элементарными вещами. Читать, писать, считать, поддерживать определенный уровень внимания на уроке, сидеть, потому что в школе надо 45 минут высидеть. И обычно дополнительные занятия какие-то с репетиторами не решают эту проблему. И тогда родители приходят к нам, мы обследуем детей, и видим, что у них не созрели функционально те области мозга, которые должны были вообще-то созреть еще до рождения. Это ствол мозга, который очень многими функциями в организме выполняет. И это вестибулярная система, которая тоже очень важна. То есть у нас есть ряд приборов, не буду эти сложные названия сейчас перечислять, там где-то 9 у нас методик, через которые проходит ребенок. И мы можем сделать выводы, что именно мешает ему осваивать вот такие вещи, как программу начальной школы. И расскажите, пожалуйста, о связи развития вестибулярного аппарата с развитием нервной системы ребенка, с правильным развитием. Да, это моя любимая тема. Вестибулярная система, они очень мало что известны. Обычно, что родители знают про вестибулярную систему? Если ребенка укачивает машине, она плохая. Машину все время приходится мыть. А если не укачивает, значит, вестибулярная система хорошая. На самом деле все совершенно наоборот, потому что сейчас у многих детей наоборот снижена реактивность вестибулярной системы. А вестибулярная система выполняет очень важные вещи. Во-первых, она управляет мышечным тонусом, а во-вторых, она управляет движениями глаз неосознаваемыми. А самое главное, что оно дает нашему мозгу представление, где я нахожусь, как в навигаторе, знаете, точка, где я нахожусь. Если геолокация потерялась, вы маршрут построить не можете. И вот сейчас очень много школьников, вполне умных и благополучных, но у них мозг не связан с телом в достаточной мере. То есть вот этой точки, где я нахожусь, нет. Поэтому вот лево, право, как там слова расположены на странице, числовой ряд, все это совершенно через огромные волевые усилия ребенку приходится делать, потому что у него в голове все время вот этот маршрут перестраивается. И с чем связан вестибулярный аппарат, когда развит неправильно? Ну, мы считаем, что это связано с недостатком движения. И в первую очередь, поскольку это все развивается еще до рождения, то это даже недостаток движения будущей мамы. Потому что у нас считается, что беременность – это такой процесс, что надо полежать, надо отдохнуть. Ну, конечно, бывают какие-то медицинские показания для этого. Если уж приходится лежать на сохранении, ничего не поделать. Но если все идет нормально, надо обязательно много ходить. Это самое лучшее, безопасное? Самое безопасное, да. Не надо там даже, если вы никогда не занимались йогой, не надо начинать период беременности, может быть. Но просто много ходить, вот эти пресловутые там 10 тысяч шагов, которые всем рекомендуется, – это профилактика, в том числе и каких-то проблем в развитии ребенка будущего. То есть можно говорить о неком кислородном голодании, да, которое может быть? Во-первых, кислородное голодание. Во-вторых, ну, ребенок, когда он находится в матке, он находится в жидкости. Вестибулярная система у него уже работает. А вестибулярная система активируется, ну, механически, когда мы там совершаем какие-то движения головой, и когда действует гравитация. Соответственно, мама своими движениями кормит вестибулярную систему ребенка, что очень важно. И на самом деле это даже помогает ребенку правильно родиться. Потому что что делает ребенок перед тем, как родиться внутри? – Переворачивается. – Переворачивается. Откуда он там внутри знает вообще, где низ? Ему подсказывает вестибулярная система. И когда… Для этого она уже работает. Ребенок занимает правильную позицию, он складывает ручки, ножки. И все ругают врачей за то, что сейчас очень много детей с родовыми травмами, там, с нарушениями. Действительно, сейчас рождается только 6% детей без неврологической патологии. Но на самом-то деле, если мы подумаем вот в эту сторону, что вестибулярная система, допустим, была незрелая, ребенок не повернулся, или он там как-то в какой-то был позе неудобной для рождения. Вот вам и родовая травма. – А кисарята так называемые? – Тоже плохо, потому что все должно идти естественным путем. Тоже я сейчас не буду там долго выглубляться в эту тему, но даже на уровне биохимии и в мозге мамы, и в мозге ребенка, пока ребенок идет по родовым путям, происходят очень важные вещи и для формирования привязанности, и для развития. Ну, опять же, если есть медицинские показания, ну, не надо там особо думать на эту тему, надо и надо. Но если мама просто это делает для того, чтобы как-то себе облегчить ситуацию, наверное, это рискованно и не стоит так делать. – Не стоит так делать. Виктория, вот в беседе до эфира вы обратили внимание на то, что работая с 1988 года, вы заметили резкий скачок детей с нарушениями в нейроублической системе, начиная с 2000-й. С чем это вы можете связать? – Ну, да, действительно, дети стали совершенно другими. Это совершенно неизученная группа детей, потому что все, что есть в психологии, на что мы там опираемся, – это работа 20-го века, начало 20-го, середины, а потом бах, и дети стали другими, и ничего не действует из того, к чему привыкли. Я это связываю с тем, что в 2000-х стал доступен интернет, появились, ну, сначала видеоигры, потом появился интернет дома, а потом совсем здорово появился интернет, который всегда можно носить с собой в телефоне. И все это привело к тому, что резко снизилась двигательная активность детей, потому что им сейчас гораздо интереснее и проще сесть с телефоном и поиграть, чем идти там что-то делать на детской площадке. Ну, даже когда дети выходят на улицу, они не знают, что делать друг с другом. Согласитесь, да? – Да, уже нарушены эти… Да, вот этот вот процесс передачи из поколения в поколение каких-то там вот этих дворовых игр, он исчез. Ну, и, собственно говоря, во двор тоже никого не выпускают. То есть это все приходится как-то в виде каких-то терапевтических занятий делать отдельно. На переменах тоже в школе дети не играют, им не разрешают, потому что могут возникнуть травмы. И поскольку движение необходимо для развития нашего мозга, мы млекопитающие, мы тоже относимся к животным, то развитие мозга идет не так. Можно было бы, конечно, сказать, что это дети цифровой эпохи, там какие-то гениальные люди, которые очень ловко пользуются компьютером. Но на самом деле, поскольку мы видим, какое количество детей с аутизмом, детей с алалией, которые не говорят, детей с различными школьными трудностями, ну, у меня есть сомнения, что вот это вот поколение детей, оно значительно лучше. Ну, а можно ли это связать все только с недостатком движения? Ну, я думаю, что нет. Если открыть сайт Всемирной организации здравоохранения, понятно, что там и про качество воздуха, и про качество продуктов, всю вот экологическую ситуацию, экономические факторы. Но я всегда говорю так родителям, что есть что-то, на что мы можем повлиять, а есть что-то, на что мы не можем повлиять. Вот родился ребенок, например, с родовой травмой или с какой-то генетикой. Все, уже мы на это повлиять не можем. Но в любом случае мозг ребенка – это незаконченный проект, и тот опыт, который мы жизненно ребенку создадим, будет сформировать его мозг. А это то, на что мы можем повлиять. Ребенок не может сам заставить себя отказаться от телефона. И взрослому тут трудно. А у ребенка еще не сформировались те области мозга, которые отвечают за волю, за контроль. В руках родителей ограничить ребенка – да. Но это означает, что родителю придется больше проводить времени с ребенком, вместо того, чтобы в свой телефон упираться или своими домашними делами заниматься. То есть все понимают, что хорошо бы, конечно, не так много, но это такое усилие надо сделать над собой. Я думаю, очень важна информация о том, какие практически непоправимые последствия для мозга ребенка могут быть из-за того, что он по 9 часов проводит с экраном. Тогда, возможно, родители изменят свою позицию. Есть, конечно. Сейчас очень много исследований на эту тему. И когда... Ну, очень часто наши неврологи говорят, родители могут вообще на полгода, допустим, убрать все с экрана. Абсолютно. И некоторые родители говорят, да вы что, у вас что, своих детей нету, там это невозможно. Но если вы почитаете в интернете, даже поищите информацию, вот эти люди, которые в Силиконовой долине живут, которые создавали Фейсбук, придумали лайки, они очень жестко своих детей ограничивают во времени использования гаджетов. Я вот все-таки противник того, чтобы вообще забирать, но я считаю, что это должно быть только, когда выполнены все другие дела и какое-то очень ограниченное время. Есть ли какое-то все-таки безопасное время? Во-первых, детям до 3 лет вообще это не нужно. Ну, там посмотрели мультики 15 минут, и все. Никаких телефонов личных, компьютерных игр, это все не нужно. И во многих странах это просто запрещено законом. А у нас даже многие кладут в кроватку. Ну, это ужасно, потому что вы создаете уже предпосылки к тому, что, во-первых, у ребенка очень плохо будет саморегуляции, истерики, это вот из этой области, потому что ребенку, ну, просто складывается такая уже ситуация, опять же, с биохимией в мозге, что ребенку необходимо все больше, больше, больше вот этого экранного времени. Это как наркотическая зависимость, или как у алкоголика мы отбираем эту бутылку, что у него там будет, агрессия, истерика. То же самое происходит с детьми, когда мы резко там начинаем вдруг ограничивать. Вдруг мы решили все. Да, что здесь здоровый образ жизни, но надо быть готовым, что какое-то время мы будут прям настоящие ломки. Можно как-то безопасно, ну, не безопасно, а менее травматично для психики родителей, и ребенка выйти? Ну, нужно просто продумать, что вы предложите взамен, что еще ребенок любит. Вообще-то все дети любят общаться со своими родителями. Если вы просто убрали телефон, и ушли в другую комнату, ну, будет плохо. А если вы хотите там повозиться, поиграть с ребенком, там, подушками покидаться, пойти куда-то в парк, в лес, я думаю, что он совершенно будет не в претензии. Но это нужно делать, вот, пока ребенок еще маленький, потому что, когда родители пытаются подростка уже таким образом ограничивать, это не работает. Здесь уже нужна какая-то работа команды специалистов, чтобы действительно сделать это постепенно. А в 3-4 года, ну, просто это нужно пережить, и все нормально. У нас в клинике были мама и папа с мальчиками-близнецами, и они решили в 3,5 года, что они откажутся полностью от телевизора и вообще всех устройств с экраном. И они рассказывают, что дети сначала вот так стояли перед выключенным телевизором и ждали, когда он включится, там, кричали, замахивались на родителей. Ну, буквально там через неделю все прошло, и они обратили внимание на кучу детских книг, которые там в коробке стояло, и совершенно их не увлекало. И, ну, мама очень много с ними занималась, и мама, и папа. Я хочу сказать, что я их наблюдала несколько лет, и в 7 лет родители все-таки купили им планшеты, но дети не запали на них вот так вот, чтобы прямо не вылезти. Да, они ими пользовались совершенно ограниченное количество времени. Интересно. Ну, получается, вся ответственность лежит на родителях, и нам надо самим взяться за себя и сказать, если, да, мы хотим, чтобы ребенок развивался правильно и гармонично, что-то убираем, что-то предлагаем. То есть мы можем предложить почитать, поиграть, да, опять же, движение жизни, что-то... Три часа двигательной активности в день, необходимой для нормального развития мозга. И просто в этом себе нужно дать отчет, и тогда все построится совершенно по другому пути. И когда родители говорят, что, ну, нет времени на то, чтобы столько двигаться, ну, это означает, что надо встать там раньше, допустим, пойти куда-то пешком, зайти лишний раз на детскую площадку, обратно тоже там пойти пешком. Если в будние дни такой возможности нет, ну, хотя бы сделать так, чтобы выходные были полностью посвящены движению. И тогда гораздо больше шансов, что ребенок, его мозг, все компенсирует, ну, какие-то негативные воздействия, которые всегда есть. Ну, невозможно там 9 месяцев внутри просидеть, чтобы не было никакой инфекции, ничего. У всех там что-то есть, но дети настроены на выживание. У них очень мощный мозг, который там сам себя достраивает, восстанавливается. Просто нужно немножко помочь. И вот вы говорили вот об этой истории, да, неделю длился период, а вообще в среднем, если вот решили отказаться, да, насколько надо быть готовым? Вы уже готовитесь. Но считается, что на формирование новой привычки нужен месяц вообще-то. Ну, то есть вот, если у вас есть какая-то вредная привычка, вы от нее отказались, то вот рассчитывать надо на ломки около месяца. А ты взрослая, а дети? Я думаю, что то же самое. Ну, здесь важна последовательность родителей, потому что обычно происходит так. Родитель говорит, да-да-да, все, значит, я отказываюсь от гаджетов, но тут какой-то срочный звонок с работы, ребенок верещит, говорит, ну ладно, значит, сейчас ты пять минут там поиграешь, я сейчас договорю, а потом мы опять отказываемся. Вот этого тогда быть не должно, потому что любое возвращение назад будет удлинять вот этот вот период. И ребенку непонятно самому есть, нет, вообще, почему мама запретила, и что ты сделал неправильно, я виноват. Ну, вообще, вот вы говорили в анонсе об истериках, и в основном проблема с истериками у детей связана с тем, что у разных членов семьи разные требования, а совершенно не с тем, что у ребенка неврологические нарушения. Родители, наоборот, часто там говорят, вот, там, нельзя ему плакать и кричать, поэтому я покупаю эту там конфету, которую он хочет. Типа, у него и так уже проблемы с нервной системой. На самом деле, это очень плохой способ, потому что, если у ребенка истерика, вызванная действительно проблемами с нервной системой, да, аутизм, к примеру, да, иногда у них бывают такие состояния, когда ребенок кричит, плачет и не может остановиться. А истерика, которая вот чаще всего встречается, когда он получил конфету, слезы тут же высыхают, и все вопросы сняты. Вот эта вот граница между неврологическими нарушениями и все-таки тем, с чем должен поработать психолог с родителями, объяснив, как перейти от этих истерик к нормальному взаимодействию. И опять же, по нашим наблюдениям, около месяца выполнения рекомендаций психолога дают хороший результат, истерики уходят из жизни, если все члены семьи договорились об одинаковых правилах и предъявляют одинаковые требования к ребенку. Ну, поподробнее можно? То есть мама, например, что-то разрешает, а папа что-то запрещает, а бабушка говорит, отстаньте от ребенка. Ну вот им надо всем собраться вместе, поскольку это взрослые люди, и договориться об общих требованиях. Не должно быть у ребенка в жизни там все нельзя. И точно так же не должно быть все можно, потому что социализация – это всегда баланс между какими-то ограничениями и свободой. Поэтому у ребенка должны быть очень четкие представления, что совершенно точно нельзя никогда, а что можно. Ну, там, я не знаю, в грязной обуви заходить в квартиру, если мама разрешает, а папа не разрешает, то будет истерика. Если все четко говорят, что нет, у нас такое правило, что там это нельзя, или что через дорогу нужно идти за руку. И я вам хочу сказать, что даже очень сложных поведений детей с тем же аутизмом родителя, если действует последовательно, к определенным правилам успешно приручают. Приучают, ничего нет, невозможно. А если ребенок постоянно капризит, хнычит, любое невыполнение его желания, не истерика, а хныканье, слезы на показ – это манипуляция, да? Ну, здесь нужно разбираться. Так однозначно, здесь нужно понаблюдать за поведением. Нужно посмотреть, что происходит до, как он захныкал, что происходит после. Потому что иногда это бывает такой сложный комплекс, да, и из неврологии, и из каких-то поведенческих вещей. Просто как раз родители чаще всего беспокоят моменты, когда ребенок чем-то, ну, родительскую жизнь нарушает. Либо он плохо спит, либо он капризничает, либо он там кричит. Но на самом деле в группе риска дети очень тихие, которые не доставляют родителям никаких хлопот. Вы абсолютно серьезно говорите? И абсолютно серьезно. Вот если мы говорим о младенцах, то, ну, все знают, что аутизм диагноз ставится где-то в три года, да? И родители говорят, да у нас все нормально было, вот мы только забеспокоились, когда там не заговорил. А дальше начинаешь отматывать назад. Ребенок там в куку не играл, почти не плакал, там ему палец прищемит, не заметят. Идеальный ребенок лежит тихенький, ни на что не реагирует, никто не волнуется. Ребенок должен доставлять родителям беспокойство, потому что, ну, иначе бы дети не выжили, да? Что делает ребенок, когда там хочет есть? Кричит. Когда у него дискомфорт? Кричит. Когда ему больно? Кричит. Постепенно этот крик заменяется на другие способы общения. Взгляды, улыбки. То есть он иногда кричит, а иногда там улыбается и гулит. А есть дети, у которых вот ровно, ничего не происходит. Ну, и все родители думают, ну, такой характер, нам очень повезло. У нас спокойный ребенок, вот если бы кричал, нужно было идти к неврологу. А вот с таким ребенком совершенно точно нужно идти и разбираться. Вот как раз-таки это и должно насторожить. Это должно насторожить, когда ребенок никогда не кричит, редко улыбается, не взаимодействует с вами, потому что, ну, как мы там с ребенком? Агу, ребенок там агу, взрослый агу-гу-гу. И вот этот вот диалог без слов может продолжаться минут пять. А есть дети, у которых этого нет. Это вот мы говорим сейчас о детях до года. Мы говорим сейчас о детях до года. Игра в ку-ку, ну, когда вот мы там прячемся и появляемся, это вообще предсказатель речевого развития. Если ребенок в ку-ку играть не хочет, это тоже надо хватать и бежать. Очень важный момент – это указательный жест. Он должен сформироваться до года, то есть 12 месяцев это он должен уже быть. Когда ребенок вот показывает пальцы. Причем он показывает пальцем не только то, что он хочет, чтобы ему дали, он таким образом привлекает к себе внимание родителей. Он на самолет может показать. Понятно, что он не просит дать самолет или ворону. Тоже сейчас очень много детей, у которых нет указательного жеста. Почему это важно? Потому что раз есть указательный жест, значит, ребенок вас зовет во взаимодействие с собой. А речь зачем нужна ребенку? Не для того, чтобы читать там большую советскую энциклопедию или вслух. Для того, чтобы взаимодействовать, решая какие-то свои задачи. Если у ребенка нет указательного жеста, значит, тут может быть или умственная отсталость, что он вообще не дифференцирует предметы, не может их выделить из ряда. Либо с интеллектом все хорошо, но ребенок не знает, как взаимодействовать с другими людьми. Это уже аутизм, да, признаки? Да, это один из признаков аутизма, но опять же в год трудно еще об этом судить. Мы только можем видеть факторы риска, как называют красные флажки, и опять же уже начинать действовать. Потому что вот тоже с аутизмом, чем раньше мы начали, тем лучше потом в дальнейшем будет жизнь у ребенка, даже если это действительно аутизм. А может быть его и нет, и тогда все наши действия приводят к тому, что дальше вообще все прекрасно. Это мы говорим о детях до года. А потом какие симптомы должны насторожить родители? Тут тоже идет такая двойная тема. Например, должны насторожить моменты, когда ребенок с трудом осваивает навыки самообслуживания. Туалет, еда, одевание. Но если его никто этому не учит, к примеру, то они и не будут сформироваться. То есть тут надо каждый раз разбираться, что делают родители, что делает ребенок. Ну, сейчас, например, тоже очень много детей с проблемами с речевым аппаратом, которые выражаются в проблемы в речи. Но очень часто это дети, которых чуть ли не до школы кормят питанием детским из баночек. Это же очень удобно. Там же все готовое, протертое, все полезное. Нам говорят, что там никаких пестицидов. Но, опять же, ребенок должен получать ощущение, определенный массаж во рту, откусывая там от целого яблока, грызя там какие-то сухарики. Ну, то есть вот поедая нормальную еду взрослых людей. Это тоже определенный этап развития, который важен для речи. Но здесь идет такая цепочка. Если у ребенка слабый ствол, ему трудно жевать, значит, он будет отказываться. Родителям надо накормить, значит, это будет банка. Потом пропускается какой-то момент, когда вообще-то надо было уже добавить какие-то кусочки. И часто к нам приводят детей, ну, уже лет в 5-6, когда нам нужно совместно неврологам, психологам разрабатывать какую-то программу, чтобы ребенок ел что-то, кроме там пюрированной пищи. Опять же, ну, тут, конечно, разные факторы, но родители пропустили какой-то момент, когда уже надо было что-то сделать. То есть навыки самообслуживания. Дети, которые не любят слушать книжки, тоже это подозрительно. Но, опять же, если им никогда не предлагали, все время пихали телефон, это вполне объяснимо, и тут никакой нет патологии. Но если родители пытаются читать, пытаются рассказывать, ребенок там все отодвигает, не слушает, не рассматривает, это должно навести на мысли о том, что что-то идет не так. По поводу речи. Тоже ничего не изменилось. В полтора года уже у ребенка должно быть минимум 10 слов. Два года фразовая речь. Здесь все дело несколько путают у нас педиатры, врачи в поликлинике, которые говорят, что до 5 лет не нужно волноваться. Можно, конечно, не волноваться. Это выбирает каждый. Но поскольку я вижу очень много тяжелых детей, когда ребенок не заговорил в 6 лет, в 7 лет, вот представьте, вообще ни слова. А им до 5 лет говорили не волноваться. Да? Уже очень трудно что-то сделать. Потому что я сказала, что мозг ребенка пластичен, он способен изменяться, но не до бесконечности. Есть так называемые сензитивные периоды. Это окна развития, когда мозг наиболее предрасположен к тому, чтобы что-то произошло. И вот для речи это до 6 лет, но все самые главные события происходят в первые 12 месяцев. То есть все, что связано с взаимодействием, с вокализациями и даже с построением структуры фразы, это все закладывается до 12 месяцев. И чем больше мы ждем, отсчитывая от 12 месяцев, год ждем, 2, 3, 4, 5, тем меньше шансов, что это будет полноценная речь. Но тут тоже в каждой семье разные требования. Кто-то хочет, чтобы ребенок там стал лингвистом, а кому-то достаточно, чтобы как Шариков там, да, в собачьем сердце говорил. Ну, говорят же, ну вот все разные, все развиваются по-разному. Педиатры так зачастую утешают родителей, да, не волнуйтесь. Вот даже, ну, я слышала до 3 лет, если не загрел, ничего страшного. Но если не загрел до 3 лет, а в 3 вы все-таки пошли, это уже поздно или еще нет? Это гораздо лучше, чем в 5. Лучше, вот как только возникли сомнения, лучше пойти. Пусть лучше, ну, что вы потеряете в том случае, если сомнения ваши были необоснованы. Ну, там время, какое-то количество денег. Но зато это будет уже важная информация о том, что происходит с мозгом ребенка на какой, сейчас на каком он этапе развития. Потому что родители боятся неврологов. Я по всей стране езжу и читаю семинары для логопедов. И всегда логопеды спрашивают, а как родителям сказать, что им нужно к неврологу? Потому что они всегда... Вы что хотите сказать, что у меня ненормальный ребенок? Вы что там меня отправляете? То есть это всегда страх, что там какое-то, ну, прямо что-то ужасное произойдет. Ну, неврологи, конечно, бывают разные. В том ключе, в котором мы работаем, это просто оценка, где вы сейчас находитесь, где находится развитие мозга ребенка, как помочь. Потому что помочь можно всегда. И расскажите, пожалуйста, вот совсем скоро в Петербурге пройдет форум «Пластичность мозга ребенка 2021», 18-19 сентября. Расскажите, пожалуйста, о нем. Вот там будут же освещаться, да, вот все эти вопросы? Да. Ну, форум посвящен памяти моего мужа, Олега Игоревича Ефимова. И основная идея нашей клиники была в том, чтобы соединить науку вот сразу с родителями и с теми людьми, которые занимаются с детьми. Соответственно, на этом форуме будут выступать разные специалисты. Там будут и неврологи, и физиологи, и специалисты, которые занимаются различными педагогическими направлениями. И в зале будут тоже и родители, и специалисты, которые занимаются с детьми. Я рассчитываю, что это событие будет ежегодным, потому что, к сожалению, у нас в стране очень большой разрыв между академической наукой и реальной жизнью. Ученые в институтах там что-то свое, а в детских садах, в школах, дома ну, какая-то совсем другая история. И я вижу нашу миссию в том, чтобы, наконец, вот они встретились со взаимной пользой друг для друга. Еще такой вопрос у нас. Какие все-таки советы вы можете дать родителям? Как самому можно правильно корректировать поведение ребенка? Для разных возрастов какие-то, буквально несколько слов. У поведения ребенка всегда есть какая-то причина. Вот первое, что нужно понять это. Есть всегда какая-то причина. Он всегда делает не просто так. Вообще дети очень эффективные существа. И если какой-то способ, который они используют для достижения своих целей, работает, то они будут делать это много-много раз. И, соответственно, причина обычно, по которым дети ведут себя как-то нежелательным образом, их может быть несколько. Во-первых, то, что это работает, и ребенок получает, я не знаю, дополнительное время на компьютере. Упал, ногами там постучал, далее. Вторая причина – это поиск внимания родителей. Потому что очень часто ребенку устраивает даже негативное внимание. Вот родитель сидит все время там своими делами, занимаясь ребенок, там кричит. Родитель говорит, перестань орать там. Это внимание тоже. И это тоже очень такой распространенный вариант. И третья причина – это действительно какие-то неврологические нарушения, которые, например, могут быть связаны с тем, что мозг ребенка как-то не так, как мозг других людей, обрабатывает входящую информацию. То есть что это может быть? Что ребенок, допустим, ну не так видит, у него какие-то могут быть неприятные ощущения от зрительных стимулов, не так слышит. Бывают варианты, что ребенок плохо слышит собеседника, но прекрасно слышит собаку в соседнем дворе. Это не про слух, это про то, что происходит в мозге. Есть дети, которые очень болезненно реагируют на какие-то тактильные стимулы. Вот ребенок, который все время ноет, что у него там труд бирки на одежде, или обувь, очень часто он не придумывает. Он действительно это воспринимает. Ну, представьте, что как будто у вас в голове есть такие ручки усиления, и они у разных людей по-разному настроены. Вот есть дети, у которых эти ручки выкручены на максимум, и когда ребенок падает на пол и кричит, что свитер его кусает, возможно, это не капризы, и это действительно так. Вот видите, причин много и совершенно разные ситуации. Ну, плюс может быть, например, нарушение кровоснабжения головы, и у него там просто голова болит, к примеру. Он тоже себя будет там как-то плохо вести. И важно еще понять, что взрослый, когда вот он устает, истощается, то он вялый, да, и он там хочет прилечь. А дети наоборот. Они когда устают, они часто становятся буйными. То есть часто это бывает тоже признак такой остынии, усталости. Поэтому какого-то одного универсального способа регуляции поведения всех детей не существует. Но как вот сейчас почему-то очень скандинавские ученые, американские – это все таблетки-таблетки, да, от гиперактивности таблетки, от депрессии таблетки, а скандинавы, они очень активно используют как раз влияние движения. И они говорят, ну, там один автор пишет тоже, психиатр, что если у вас там плохое настроение, бегайте. Если у вас депрессия, много бегайте. Вот еще раз, я, может быть, повторяюсь, но интенсивная физическая активность, причем вот такая тяжелая, чтобы мышцы поработали очень хорошо, она очень хорошо регулирует поведение детей. Вплоть до того, что можно посадить там папу на санки, чтобы вез его ребенок, этого папу. Это тоже работает. И как раз вот мои консультации, ну, у нас много специалистов, ну, ко мне приходят родители, которые прошли диагностику и хотят рекомендации именно для занятий дома. Вот чтобы не у нас в клинике, а что можно делать дома. И эти рекомендации, они не универсальны. Почему я сказала, что у нас много приборов, и мы сначала проводим диагностику, а потом уже предлагаем какие-то варианты, что делать. И если мы видим, что это чисто поведенческое, тогда родители идут к психологу, и там за несколько раз получают как раз инструкцию, как там на что реагировать. А если это все-таки связано с какими-то особенностями работы нервной системы, то, может быть, это будут специфические движения, даже вплоть до того, что кому-то из детей надо много кататься на каруселях, а кому-то много ездить с горки. То есть даже это мы можем увидеть по нашей диагностике, какая стимуляция будет полезна. То есть для начала родителям надо выяснить, какие корни имеет вот эту проблему. Да, потому что на самом деле ситуация, когда специалисты сейчас, многие говорят, я все вижу невооруженным глазом, я такой опытный человек, но не заглянуть в какие-то области мозга невооруженным глазом. И невролог, у которого есть только молоточек, должен был остаться вообще в 19 веке. Но у нас по-прежнему так. Или назначают какие-то исследования, ну, от которых никакого толку для родителей, педагогов. Там МРТ очень редко у детей что-то там в мозге находят. Да, в некоторых случаях это нужно, но это должен уже решить врач по показаниям. Но, как правило, про речь там ничего нет. Про аутизм тоже. И вот если мы начнем разговор о детях с особенностями развития, то каковы реалии, с которыми сталкиваются родители вот таких особенных детей сейчас? Ну, вы все, наверное, видели эту ситуацию с детской площадкой, когда выгоняли, да? Это прогремело в интернете. Но я в этой ситуации увидела не то, что эта женщина там очень какая-то злая, да, и невоспитанная. Я увидела недостаток информации. Потому что самая главная беда в нашей стране, что сейчас мы проживаем те процессы, которые в Европе и в Америке были в 70-е годы. Когда вот дети с особенностями, люди с особенностями вышли в обычную жизнь. У них тоже там было принято их держать дома или в специальных учреждениях. У нас это было гораздо дольше. До недавнего времени и многие до сих пор живут в закрытых учреждениях. И на самом деле у обычных людей нет информации, как реагировать. Когда вы видите ребенка с аутизмом, когда вы видите, ну, человека там с ДЦП в инвалидном кресле, что вот подходить, предлагать помощь, не предлагать. Как этот человек, почему он так себя ведет, да? Когда мы, например, знаем, что ребенок с аутизмом так себя ведет не потому, что он невоспитанный, а именно потому, что вот сенсорные особенности у него есть. Он воспринимает все не так, как мы, и он просто испугался. И поэтому у него началась истерика, да? Если бы было понимание, что это так, наверное, люди бы реагировали иначе. Я думаю, что чем больше будет информации, ну, тем проще будет взаимодействовать с такими людьми. Я думаю, что важно в школах организовывать так, чтобы обычные школьники встречались с особенными детьми. Потому что дети легче между собой находят общий язык, чем взрослые люди, у которых уже есть какие-то предубеждения, ожидания, там, а вдруг кинется, а вдруг укусит. На самом деле мы даже проводили такие группы, когда приглашали обычных детей, детей с аутизмом, они прекрасно играли вместе. Просто нужно было продумать те виды активности, в которых и те, и другие могут принимать участие. Поэтому все решит время, и очень важно, чтобы средства массовой информации тоже не только говорили о каких-то там ужасах, что вот там тут обидели этого, выгнали из бассейна, выгнали из детской площадки, а рассказывали о каких-то позитивных моментах, что вот получилось, вот собрались там вместе обычные дети там с какими-нибудь детьми особенными, и вот там они там сделали какой-то общий проект, и что это возможно. И тогда постепенно все будет проходить, потому что мамы особенных детей, они тоже иногда перебарщивают, да, они находятся в защитной позиции, они все время ждут, что будет какое-то нападение. И вот ситуацию с тем, что выгоняют с детской площадки, она очень распространена. И чаще всего это, кстати, касается детей с ДЦП, детей с синдромом Дауна, которые выглядят необычно. Но это в головах у родителей, это не о детях. А вот с аутизмом проблема другая. Ну, как говорят, что это инвалидность, которая не видна невооруженным глазом, потому что дети с аутизмом, они очень часто очень красивые, и кажется, что это просто распущенный до ужаса ребенок, которого родители не воспитывают, а на самом деле все гораздо сложнее. И возвращаясь вот к этой ситуации в Балтийской жемчужине, мы тоже увидели, что бабушка-то была испугана. Она испугалась своего ребенка, потому что это один из устойчивых мифов таких, что у нее в голове непонятно, может там и кинется. И все, вот раз у нас есть такая возможность сейчас озвучить самые распространенные мифы и развенчать их, давайте это сделаем. А о каких нарушениях именно? Вот именно вот дети с аутизмом. Ну, вообще самый распространенный миф среди родителей, что их ребенок может начать повторять за особенным ребенком что-то. Я хочу точно совершенно сказать, что даже если он начнет повторять, то очень недолго и в виде игры. И чаще всего, наоборот, это общение такое взаимообогащающее, потому что обычный ребенок получит опыт общения с каким-то необычным ребенком, что, в принципе, ему в будущем пригодится, потому что таких людей становится все больше и больше. А вот что? Что повторять? Что? Какие-то движения? Движения. Например, дети с аутизмом, они часто встряхивают руками, они могут повторять там определенные слова, они могут быть зациклены на какой-то теме, метро, например. Они очень любят тему метро, там вот эти вот схемы. Но это совершенно не опасно для окружающих людей. Мне трудно даже сказать, что вот в голове у родителей, почему именно они боятся. Я думаю, что это нерациональный страх. То есть они как будто боятся, что ребенок заразится. Да. Это нерациональный страх. Вот есть, ну, например, возьмем человека с аутизмом. Что-то там он слышал какой-то звук, и он там побежал, сломя голову куда-то. Потому что включилась реакция подкорковой «Бей, замри или беги». Есть такая реакция мозга. По сути дела, у этой бабушки в видео тоже включилась реакция «Бей, замри или беги» в защите своего ребенка. Это не поддается никакому рациональному, потому что у нее нет никакой рациональной информации на тему, что может происходить. Она просто испугала. Вот они там не так себя ведут. Ну, понятно, что, наверное, не стоило так категорично в таких выражениях ей вот об этом вот заявлять всему миру. Но все это о том, что мало информации. Мало видят этих детей. Да, надо как-то побольше давать информации. Вот, опять же, из-за недостатка. Вот есть такой устойчивый миф – они агрессивны, такие дети. Они агрессивны, поэтому от них надо держаться подальше. Ну, если ребенок агрессивен, родитель не поведет такого ребенка на детскую площадку просто потому, что ему самому не хочется с этим связываться. Да, дети с аутизмом иногда бывают агрессивны, но обычные дети тоже бывают агрессивны. Вот просто все, что инкриминируется с особенным детям, оно есть и у обычных. И вообще это там часть взаимодействия, ну, толкнули там, да. Играем дальше. Ничего ужасного не происходит. А еще какие-то такие мифы распространенные вы можете назвать? Мифы о детях с аутизмом, с которыми надо там бороться? Ну, давайте так даже не с тем, что надо бороться, а вообще какие мифы о людях с аутизмом? Значит, первый миф, поскольку все смотрели фильм «Человек дождя», что все аутисты – это гения. Совершенно не так. Где-то только 10% людей с аутизмом имеют какие-то особенные таланты. Ну, и то они не всегда эти таланты могут приспособить к жизни, потому что если ты помнишь наизусть расписание всех электричек в стране, то, ну, разве что ты можешь устроиться диспетчером, это тебе пригодится. Очень у многих людей с аутизмом есть еще дополнительная эпилепсия, то есть обязательно их нужно наблюдать у невролога, обязательно нужно за этим следить, потому что это просто опасно для жизни. Что еще? Вопрос к тому, может ли это излечиваться, да, потому что аутизм считается неизлечимым расстройством, но теперь считается, что где-то 20% этих людей могут ко взрослому возрасту полностью вписаться в социум. То есть я не говорю излечиться, но на самом деле здесь же очень такая скользкая граница, ну, скажем, есть какой-нибудь великий музыкант, да, вот он великий музыкант, и граница между аутистом и великим музыкантом только в его востребованности, в специальности. Ему уже будут прощать его там всякие чудачества, какие-то странности, потому что он великий музыкант. А если тебе не удалось стать великим музыкантом, тут к себе возникают тоже вопросы. Пожалуй, все. И в заключение хотелось бы спросить, есть ли в нашей стране перспективы развития инклюзии? Готово ли общество к этому, наше сейчас современное в России? Это очень сложный вопрос, потому что я в это погружена, я вижу, какая паника наступает у родителей, когда ребенку нужно идти в школу. И очень неравномерно вообще во всей стране степень помощи. Я думаю, что прямо сейчас мы не готовы к инклюзии в общей массе, за исключением каких-то отдельных там буквально учреждений. Нужно понимать, что во всем мире это не произошло само собой, и это не было спущено откуда-то сверху. Вот я просто изучала там историю, как это происходило в Европе, в Америке. Это все происходило через инициативу родителей. И реакция общества тоже была сначала очень негативная, но когда сообщества родителей уже обращаются к правительству, и вот есть это соединение родителей и правительства, то вся середина дальше уже начинает подстраиваться. Просто так, как делается сейчас, объявить, что все, граждане, у нас инклюзия, и в любую школу может прийти любой ребенок. Это плохо, потому что когда приводят ребенка с аутизмом в обычный класс, где 30 человек, и учитель вообще понятия не имеет, что с этим ребенком делать, это плохо для всех. Это плохо и для этого ребенка, и для остальных детей, и для учителя. То есть здесь нужна, опять же, очень большая информационная работа по поводу того, что можно делать, как помогать ребенку с ДЦП. Ну, кстати, с ними немножко проще, потому что почему-то вся инклюзия сводится к пандусам и лифтам. Ну, как-то вот детям с ДЦП проще находят, допустим, помощников-ассистентов в школе, чем детям с аутизмом, которому нужен не только ассистент, а нужен человек, который вообще понимает, как с этим ребенком взаимодействовать. Так что я думаю, что долгие годы еще на это уйдут. Но, безусловно, это нужно делать, потому что эти дети не должны сидеть в четырех стенах. Эти родители тоже не должны быть всю жизнь заложниками своих детей и всю жизнь находиться в оборонительной позиции. Это не цивилизованно так не должно быть. Согласна с вами. Спасибо вам большое, Виктория Ленингрид, за сегодняшний эфир. И в заключении буквально несколько советов, заветов всем родителям, любых деток с особенностями развития и без праздника. Самый главный совет, что ребенка, конечно, имеет смысл любить, независимо от того, что с ним происходит. Вы его единственная гавань, защита. И, конечно, родитель всегда должен быть адвокатом ребенка. И в школе, и в детском саду. То есть родитель всегда должен быть на стороне ребенка. Но это должна быть такая разумная защита, что для себя вы должны понимать, какие есть слабые стороны в развитии ребенка, чтобы помочь и поддержать. Потому что это ответственность родителя, что получится из ребенка. Взрослое решение – это взять на себя ответственность. И самые главные две беды, которые мы уже озвучили – это злоупотребление гаджетами и недостаток двигательной активности. И это то, что можно сделать без дополнительного вливания денег, каких-то дорогостоящих специалистов, особенных центров. Это доступно каждому родителю, но просто это нужно осознать и сделать. Что я вам и советую. Спасибо большое. Спасибо.